Музыка 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 Мы подготовили это, поэтому на Бима мы можем это читать. Когда мы в Компания, это цель. Мы не приходим в Компания, чтобы не просто два часа здесь. Мы приходим в Компания, чтобы в нашей жизни что-то изменилось. Мы приходим в Компания, чтобы услышать слово, и слово, которое нас изменит. Это слово, которое живое, которое действует. И только это слово может людей изменить. Мы не можем друг друга изменить. Мы не можем друг друга изменить. Некоторые мы имеем такой фейнгиданки. И иногда приходят неправильные мысли. Мы думаем, что мы можем друг друга изменить. И мы думаем, что мы можем друг друга изменить. Но на самом деле это не так. Но на самом деле это не так. И это меня привело к размышлениям. И я сказала свое откровение к этому. И пару недель назад я думала, почему Господь мне дал эти мысли. Я скажу сейчас, про что именно. И когда у нас было общение, мы разговаривали. И там была тема. И я поняла, почему Господь мне именно это откровение дал. И сегодня я хочу поговорить на тему Респект. Респект, любовь и послушание. Надо нам вообще кого-то респектировать. Надо нам кого-то почитать. И когда я начал думать, что мы думали, что мы можем так же быть. И мы должны быть вообще послушными. И мы должны быть любви в сердце. И мы должны вообще иметь в нашем сердце любовь. Это столько вопросов. И я хочу сегодня говорить о Респект. Респект или оторвание. Можно сказать, что мы можем так сказать. И о том, что мы можем так сказать. И кого-то почитать. И когда я начинал думать. И когда я начинал думать. Я думал, что нам лучше смотреть в Библию. И я подумал, что самое лучшее, что на Библию. Что слово нам говорит? Не то, что мир говорит, а что нам говорит именно Слово Божие. Какое учение дает нам Иисус или Господь. И вы знаете, я столько многого нашла там. И я думаю, это важная тема для нас, как христианин. Я поняла. Многие. Я поняла многие. Я поняла многие. Мы сегодня поговорим о том, что мы сможем. Эре Бога. Мы будем говорить о почитании Бога. Эре твоих родителей. Эре, эльтерские. Эре, эльтерские. Или, почитание старших. По сравнению с служителем Божьим. И даже не только динам, которые в Рождестве. Но и вообще так. На твоей работе, например. Не просто здесь Божьим царским служителям. А также на работе, скажем. Вы знаете, Господь дал нам заповедь. И Он ожидает, что мы будем исполнять эти заветы. И как мы сегодня в Рапсодии читали. С того момента, когда мы провозглашаем Иисуса нашим спасителем. Мы принимаем Его. Иисус посадил нас в свое царство. И он просто взял нас и присадил мгновенно свое царство. И мы говорили уже пару недель назад о Божьем царстве. И если есть царство, мы также говорили, что есть и культура этого царства. Если мы в Германии живем. Тогда мы принимаем культуру немецких народов. Если я живу в Африке. Тогда я буду жить как африканец. Если я в Украине живу. Тогда я живу как Украинка. Но мы, Божьи дети. Мы, дети Божьи. Мы пересажены в что-то прекрасное. Сверхъестественное. Сверхъестественное. Это Божье царство. Мы в Его царстве. И в Его царстве есть своя культура. И в Его царстве есть своя культура. И эта культура записана в Его слове. И это прекрасно. И это прекрасно. Но. 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 Это очень грустно. Очень много людей, которые в культура приходят. И это печально, что многие приходят в церковь. В различных направлениях. Разные направления. Мы называем себя разными именами. Но у нас только одно имя. Но у нас только одно имя. Мы обезьянные имя. Мы обезьянные имя. Мы христиане. Мы те, кто верит в Иисуса Христа. И принадлежим Ему. И если я принадлежу Ему. Тогда я должен жить как Он. И я должен жить как Он именно хочет. Не как я в мире хочет. Мы в этом мире. Но мы не с этого мира. Мы живем по другим законам. И в правилах. Мы можем назвать это как один. И самое высшее заповедь. Это любовь. И мы сегодня очень много говорили о любви. И верили. И также о любви. И это единственное заповедь. Иисус сказал, кто ее исполнит. Иисус сказал, что ты все методы исполнил. Все методы исповедили. Оне первое. Одна заповедь всего. Иисус сказал, что это любовь, да? Но что вообще любовь обозначает? Иисус сказал, что это первое, что Бог у нас дал. И первое, что Господь нам дал. Когда Фарисея пришли к Иисусу и хотели с ним бороться, и когда хотели испытать его. И они сказали, Господь, что есть в Иисусе? Иисус ответил к Иисусу и сказал, это Марк 12, 29-31. Иисус ответил к Иисусу. 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 Иисус нашу Бог. Он она. И Иисус божит ваш дом и весь наш скобол, и желание и только скоб и сил. Это 500 зд 전�ποι £1. Их соответствует至 붙е. Иисус отвечал, первое из всех заповедей, слушая Израиль, Господь Бог наш есть, Господь единый, ибо возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим и всей душой твоей, и всем разумением твоим, и всей крепостью твоей. Вот первая заповедь. Вторая подобна ей, возлюби ближнего твоего, как самого себя. Иной больше из всех заповедей нет. Если мы говорим о почитании, то Господь стоит на первом месте. Ты не можешь людей почитать, если ты Бога не почитаешь. Ты не можешь Бога любить, если ты не любишь людей. И Господь дал нам забыть. Это первое, что должно быть. Господь должен стоять на первом месте в нашей жизни. Если он стоит на первом месте, то все, что он будет на первом месте в нашей жизни, то все, что он будет на первом месте. Если Бог будет стоять на первом месте в нашей жизни, то все остальное будет на своем месте. Ты не можешь прийти в церковь, но твоё сердце где-то далеко. Это означает, что только твои тела здесь, а твоё сердце на ней с Богом. И это очень важно понять, что Иисус в каждой семье, в каждой церкви, в каждой жизни, стоит на первом месте. И что мы Бога любим и Его почитаем. Это первое, что должно быть везде. И это первое задание нас, как родители, детей научить. Бога любить. Это первое. Это первое. Это первое. Это первое. И второе, что Господь мне показал. И это то, что Господь не показал. Это почитание родителей. Это так важно, если кто-то не почитает родителей. Поэтому столько Бед приходит в жизнь. И почитает родителей. И почитает родители. Ты не можешь сказать, я почитаю Бога, я почитаю своих родителей, а на самом деле ты не послушен. Господь говорит, кто меня любит, тот следует за Замой. Вы видите, оно все вместе связано. Я не могу сказать, мама, я люблю тебя, но мои Уши закрыты к тому, что ты говоришь. Это так важно, чтобы мы понимали, что дети сегодня здесь. Мы сейчас будем читать без описания. Библия ясно говорит, если ты почитаешь и ты послушен, это все в одном можно сказать, что ты почитаешь своих родителей. То тогда ты будешь очень долго жить на этой земле. Послушание удлиняет нашу жизнь. И послушание, оно продлевает твои дни. Вы знаете, я недавно говорила о одной женщине, она молитвенница. Она мама одного пастера. Но мама еще больше была из-за этого года. И она в этом году праздновала столетия сайта. И когда я был 95, она по автобану, она была еще очень большая. Вы понимаете, Божье Слово имеет принципы, оно живое. Он живое. Если Бог в своем Слове что-то говорит, оно исполняется. И Господь говорит, если ты почитаешь своих родителей, тогда ты будешь долго жить. Ифизия 6, 2 и 3, 2 и 3, 2 и 3. Ифизия 6, 2 и 4, 3 и 4. Дети, поминуйтесь своим родителям, Господи, ибо всего требует справедливость. Почитай отца своего и мать, это первая заповедь с обетованием. Да будет тебе благо и будешь долголетием на земле. Вау. Он сказал, с одним обетованием. Знаете, что такое обетование? Нет, не знаю, да? Если ты приходишь к папе и говоришь, папа, я так люблю спорта. Если ты приходишь к папе и говоришь, папа, я хочу купаться в России. И папа говорит, если ты хорошо будешь, то мы в неделю. И папа говорит, если ты хочешь хорошо все делать, тогда мы пойдем на выходные. И он тебе что-то пообещал. И папа стоит к своему слову. Но если ты послушаешь, то ты можешь делать то, что отец тебе сказал. И так же и у Бога это обетование. Эта Бибель. Эта Бибель. Эта Бибель. Она наполнена полностью Божьими податками. Но он сказал, первая заповедь. Эрре твоего Бога. Почитай Бога с Богом. Почитание это послушание и послушание. Почитание это любовь к Богу. И к твоему ближнему. И он сказал, ты очень долго будешь жить на этой земле. Мне это нравится. Кому это нравится? Мне это нравится. Halleluja. Oh, Halleluja. Oh, man. Halleluja. И еще одну, а мы добавим. Матвея 15,4. Гот мне леет. Я все готовил. Я все готовил. Я все готовил. Я все готовил. Хочу. Я все готовил. Я все готовил. Я все готовил. Ибо Бог заповедовал. Почитает отца и мать. И злословище отца и мать смертью да умрет. Он сказал, если ты будешь почитать мать отца, ты будешь долго жить. Не просто жить, у тебя всегда все хорошо. Но если ты будешь плохо говорить о своих родителях, или ты проглинаешь каким-то вещам, то он говорит, что ты умрешь. Это очень важно, чтобы мы это поняли. Мы должны почитать родителей. Не важно, какие родители. Я знаю, некоторые говорят, ты просто не знаешь моих родителей. Но для тех, у кого было нелегкое детство, если мы будем послушны, то у нас всегда все будет хорошо на этой земле. Аминь, аминь, потому что Божье слово, оно не обманывает. Вы знаете, когда мы общались с вами, когда мы поговорили, и я понял, почему в Германии столько много домов присылают по престарелам. Я поняла, почему столько много старых людей одиноких. Потому что эта заповедь сломана. И дети, они просто, может, не научены, или они не хотели принимать это. Я говорю не из-за всех, которые находятся в домах присарелых. Есть люди, которые с болезнью. Есть психически болезнью. Но я говорю сейчас не о больных людях. Я говорю о тех старых, которые не болеют, просто старенькие стали и их отправляют в престарелый дом. Потому что у них на первом месте что-то другое стоит, чем мама и папа. Я не говорю о тяжелых ситуациях. Поймите меня правильно, я не говорю о тяжелых ситуациях каких-то. Есть болезни, где дети просто не могут за ними ухаживать. Там должны быть врачи. Но есть просто, которые здоровые, но их просто посылают. И это очень печально. Это очень печально. Это очень печально. Она до последнего дня была не в себе. У нее деменция. Но дети сопровождали ее и ухаживали за ней до последнего дня. И я знаю, что Божье Слово не обманывает. Это благословение придет к детям. И Господь говорит, почитай родители. Это означает, будь послушным. Потому что без послушания, служит тебе без расспект но нет, 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 нет Не, 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 мы начали, мы начали. Я тоже перелезу. Матвея 22, 35 по 43. Матвея 22, 35 по 44. это первое и самое главное. И второе, это сравнительно. Ты должен любить свою следующую жизнь, как себя. В этих двух предложениях в зависимости от того, как правительства и правительства. Вы читали это, да? Нет. Хорошо. Хорошо. 30. И один из них, законник, искушая его, спросил, говоря. Учитель, какая наибольшая заповедь в законе? Иисус сказал ему. Возлюби Господа, Бога твоего, всем сердцем твоим, и всей душою твоей, и всем разумением твоим. Сие есть первая и наибольшая заповедь. Вторая же подобна ей. Возлюби ближнего твоего, как самого себя. На сих двух заповедях утверждается весь закон и пророки. Возьмите, я уже вначале сказала, что почитание связано с любовью. Это нельзя разделить. И он сказал, на этих двух заповедях держится Визавет. Но для того, чтобы понять, что любовь есть, мы должны посмотреть в Библию. Мы посмотрим в Библию. Возьмите три различные любви. Возьмите три направления. Возьмите любовь. Возьмите любовь. Он пришел к Саулю. И видать было, что он его любит. Ионатян. Его сын Ионатор. Я не говорю о той левой любви, но говорю о дружеской любви. Это означает филио. Есть еще одна любовь, которую Господь дал мужу жизни. Это означает эрос для интимных отношений. Но я повторю, что это только для мужа и женщины. Это означает, что для друга и подруги один день там, другой день там. И Господь сотворил мужа и жену, и благословил их. Чтобы мы наслаждались друг другом. Но есть еще одна любовь. Вы знаете, в любви нет условий. Она без границ. Она не ищет своего. Она пытается помочь. Простить. Это любовь Агапа. Это та любовь, которую Иисус именно показал на этой земле. Когда пошел на крест. И на этом кресте. Он сказал, что я люблю тебя. Это я так говорю. Он показал свою любовь нам. Как мы должны друг друга любить. Эта любовь не возвышается. Она не завидует. Она не ищет своего. Она может все покрыть. Все простить. И так далее. Вы знаете это в Коринфе 13. Вы знаете это без описания в Коринфе 13. 1 Коринфе 13. 1 Коринфе 13. 2 Коринфе 13. Это любовь, которую Господь имеет к нам. И это та любовь, которую Господь имеет к нам. И Он хочет, чтобы мы эту любовь любили друг другу. Потому что Он этот мир любил. И Он хочет, чтобы мы друг друга любили. И Он также хочет, чтобы мы друг друга любили. Чтобы мы друг друга респектируем. Чтобы мы респектировали друг друга. Аминь. Аминь. Что есть вообще почитание? Кто-то мне может сказать? Как вы это понимаете? Я думаю, что это нужно иметь респект. Респект или внимание. Респект. Для твоих родителей. Для твоих родителей. Для твоих знакомых. Для твоих друзей. Для твоих родителей. И Библия говорит четко о семье и детях. 1. Тиматию 5,4. 1. Тиматию 5,4. Он говорит своим детям. Он говорит своим детям. Он говорит, Он говорит, что это трогать. И это будет жизненное бweed от бога. 7. Пыта. Если же, какая удовольна имеет детей. Или внучат. То они паяющутся почитать свою систему. И воздавать gains и по желанию. Благословенно те родители, которые эту заповедь дальше передали, то их никогда нигде не высадят, и у них не будет недостатка, и дети будут понимать, если у родителей или у мамы чего-то не будет хватать, то я должен их поддержать, и мы должны нашим детям это также передать, чтобы дети, когда они будут взрослыми, заботились также о родителях. Вы знаете, это так приятно, я буду сейчас по себе, потому что на твоем КОНТО очень мало денег, и ты понимаешь, что ты не можешь много взять оттуда, потому что там не так уж много, и ты открываешь свой КОНТО, и видишь, что та маленькая сумма выросла от твоего ребенка, и ты можешь только благодарное сердце иметь. Но это наше задание, как родители, научить детей, чтобы они почитали родителей, не просто говорили, мама, папа, я люблю вас, и пока. Дети думайте о том, что родители когда-то будут старенькими, и они будут нуждаться когда-то в вашей поддержке, и Господь доверяет вам, чтобы вы будете заботиться о родителях. Но вы знаете, что сейчас происходит? Библия про эти времена уже говорила. 2. Тимофея 3. 2. Тимофея 3. Я не очень люблю это Местописание. Но это то, что сейчас происходит на нашей Земле. Местописание. Возможно, что в некоторых местах не случилось, но обычно случилось. Он сказал, смотри, что ты должен знать, что Павел говорит к Тимофея. Он сказал, что ты должен знать, что в последние дни будут тяжелые времена. ими для того, чтобы я быть单fr минь进 эту тему, и для наших женщин 한국- Местописания. И они считаются в этом céleget тройлос, leichtсенен, сглосен, для блага любви, и они имеют свой путь безден, но они вернулись, что в последние дни наступят тяжкие времена. Ибо люди будут самолюбивы, горды, надменны, злоречивы, родителям непокорны, неблагодарны, нечестивы, недражелюбны, непримирительны, клеветники, не воздержны, жестоки и не любящие добра. Предатели наглые, насыщенные более сластолюбивы, нежели боголюбивы, имеющие вид благочестия, силы же его отрекшиеся. Таковых удаляйся. Это печально, что происходит в этом мире. Я думаю, что каждый видит, что эта вещь охладела. Я думаю, что мы все видим, что любовь охладела. Она охладела этой любовью. Поэтому происходит столько много вещей. Я возьму еще 5 минут. Я возьму еще 5 минут. И на следующем сентябре, или на следующем сентябре, я буду говорить, что я буду говорить. Я хочу еще одно кое-что сказать. Я хочу еще одно кое-что сказать. Эрре те эльтеры Менши. Почитай пожилых людей. Старших просто. Это так важно. Сегодняшняя тема настолько важна. Но, знаете, я думаю, в Германии, они эти Eigenschaft много вы знаете, что в Германии это качество очень много потеряли. Многие потеряли. Многие потеряли. медпочитание между людьми. Для них все равно. Им не важно, кто перед ним стоит. И мы, как христиане, мы посажены в Божье Царство. И мы должны показать миру, как жить. Мы есть тот пример. И мы должны показать, как вообще должно быть. И если кто-то показывает пальцем и говорит плохо о людях, то мы этого не должны делать. Мы должны быть светом. Мы должны быть любовью. Мы должны быть терпеливыми. И так далее. Все, что Иисус имеет, то и мы должны показать. Не важно, как люди к нам прислушались. И не важно, что они о нас говорят. Он сказал, люби своего ближнего. Люби своего ближнего. Мне нравится, когда наш брат рассказывает примеры, как он свою любовь показывает. К соседям, к родным, к коллегам. Вы знаете, это лобит просто этот нот. Это лобит. Это лобит. И люди становятся теплее и теплее в их сердце. И когда ты просто проходишь, то он начинает с тобой разговаривать. И ты просто не видишь, но ты говоришь, халло, приветствую. И ты как не видишь для них. А, для них как не видишь. Ты скажешь, халло. Но если ты делаешь это с любовью, Одним днем этот лед просто разломится. И он говорит, халло. И тогда ты получишь ответ на твое приветствие. И ты начинаешь разговор, спрашиваешь, как у тебя дела. И тогда он будет рассказывать, если у него что-то на сердце, что-то нехорошо. И ты можешь этому человеку помочь. Халлоуя, халлоуя. И я думаю, что респект на сердце сегодняшний раз мы поговорим. Я думаю... Еще три пункта, но я поговорю на следующий раз. Я думаю, мы в следующий раз будем так жить. Нет. Я лечу одну книгу. Я лечу одну книгу. Я лечу одну книгу. Это третий книг Моза. Третий книг Моза. В 19. 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 И мы идём, где вы решили любого Иногда. Эмого мм, твоему Богу. Я ж stand parre Стотуire, судя вам об этом. И вы должны быть против окружающихся, которые находятся в вас, как бы он был в вас, и вы должны его любить, как вы себя любите, как вы себя любите, как вы себя любите, как вы себя любите, потому что вы также были окружающиеся в Египте, и я, Господь, я ваш Бог. И вот, пред лицом седого вставай и почитай лицо старца, и бойся Бога твоего, я Господь, когда поселится пришелец в земле вашей, не притесняйте его, пришелец, поселивший у вас, да будет для вас тоже, что туземец ваш, люби его, как себя, ибо и вы были пришельцами в земле египетской, я Господь, Бог ваш. Он сказал, почитайте людей в возрасте, у которых уже седли волосы. Смотрите, что в Германии уже происходит. Но неважно, в каком возрасте дети просто говорят ты, ты, ты. Как в стране, в Украине, такого просто нету. И неважно, сколько мне лет. На своей тетке, я говорю, тетя, я не говорю просто по имени. Если я кого-то встречаю, я обращаюсь на вы. Это респект. Но в Германии это потеряно как-то. Или это же в Украине, может, я не знаю. Но я не думаю, что, сколько лет назад, может, в Германии тоже так было. Когда младшие почитали старших. Да, это не только, у нас здесь тоже так было. Но детям это сейчас разрешено. На старших, которые намного старше, которые угры. И это наше задание, детей научить. Это наше задание. Не просто кому-то прийти и сказать ты. Пробуй, президенту подойти и сказать ты. Пробуй, президенту подойти и сказать ты. Или бюргермистеру тоже самое сделать. Но детям допускается это говорить к учителям ты. И это неправильно. Это неправильно. Господь даже говорит, что ты должен встать, если я старший ребенок с тобой. Вы знаете, в Армении, в Армении, люди живут очень долго. Но у них очень интересные вещи. Если человек в возрасте приходит. Это не важно, если ты эту человеку знаешь или нет. Не важно, ты знаешь, что человеку знаешь. Люди, люди, они не респектуют, они просто встают. И просто встают и почитают. Если люди сидят на скамейке, они дают честь таким образом. И они живут очень долго. Я думаю, я здесь остановлюсь. Очень много есть, что сказать. Мы поговорим дальше, это тема, об Респект и Эре. Но сейчас мы сделаем кое-что. Мы будем сейчас молиться. И мы будем обменять. И мы примем хлебопреломление. Сегодня первый раз, Кассия. И Иисус сделал для нас, что-то сделал. И мы будем вспомнить, что Иисус сделал для нас, что Иисус сделал для нас, что за нас умер. И он был для нас, чтобы нам елки, жизнь. Чтобы дать нам вечную жизнь. Да. Халюрю. Я думаю, что мы будем тоже. Спасибо. Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok